Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. У меня на канале очень часто есть дома, которые я смотрю, покупаю, продаю. И сегодня я решил вам показать еще один дом. Собственно, вот он, маленький красивый домик. Мы его купили 4 года назад за 50 тысяч рублей. Он был далеко не в таком состоянии. В общем, сегодня буду рассказывать об этом доме, о деревне, зачем нам этот дом, как мы его используем. Ну, наверное, будет интересно и полезно. Погнали! Сначала несколько слов о деревне. Она практически заброшенная. У нас такая улица. Вот, я вам ее показываю. Собственно, раз дом, два дом. И вот три дома он уже не жилой. Там еще есть два дома тоже не жилые. И вот полкилометра по дорожке туда еще, по-моему, один дом жилой, но он такой, типа дача. Здесь есть деревня, но она в пяти километрах отсюда. А это как бы улица, но она заброшена. В общем, на этой заброшенной улице мы присмотрели себе вот такой домик. Был он в ужасающем состоянии. В нем вот тот сосед держал когда-то свиней. Первоначальный план был снести его и на его месте построить что-то другое. Но потом мы подумали, решили сделать ремонт. Из плюсов здесь есть электричество. Это самое главное. Пожалуй, с коммуникацией здесь больше нет ничего. Воды нет. Газ есть, по-моему, но здесь в доме нет. Этот дом мы купили специально для того, чтобы использовать как пасеку. У нас здесь пасека. Сейчас ее покажу. Мы сегодня, кстати, приехали сюда качать мед, поэтому сейчас немножко еще и медооткачки вам покажу. Здесь был крылечко деревянное. Ублюдское совершенно. Мы его снесли. И вот эта вот часть дома, она полностью сделана новой. То есть мы подперли крышу, разломали все, что было здесь. Это была типа мазанка. Мы ее разломали и подвели новые стены. Собственно, вот в этом помещении мы качаем мед. Домик маленький, на три окошка. Там есть печка. Да и, собственно, больше нет ничего. Пойдемте смотреть. Так, вот так вот выглядит двор. Здесь было огромное количество всяких деревянных сараев, городушек. Все снеслось. Пригнали бульдозер из райцентра. И все сравняли, более-менее разровняв площадку. И вот наша семейная пасека, друзья. Вот так она выглядит. Здесь сейчас опасно находиться, потому что мы сейчас качаем, а я без защитных средств сейчас нахожусь. Поэтому я, пожалуй, пойду отсюда. Всякие сарай, триммеры. И заходим в то пристроенное влечение. Здесь очень жарко и тоже очень много пчел. Происходит откачка меда. Вот как я и говорил. Вот это помещение сделано из вот таких вот досочек. То есть основание, набили досок, утеплили и закатали. Здесь особо никто не живет зимой. Мы иногда приезжаем за пчелами посмотреть. Вот. Главное, есть электричество. Все остальное не нужно. А, и здесь еще залили пол. По затратам, какие были потрачены на этот домик. То есть за 50 тысяч рублей мы его купили. И 25 тысяч рублей было потрачено на новую железную крышу. Здесь не было пола вообще. То есть, ну, представляете себе дом, в котором жили свиньи. Вот. Примерно такое состояние было. Тут сейчас все пооблупилось. В этом году мы планируем сделать ремонтик. Небольшой. Так, подмазать, подштукатурить. Здесь вот еще более-менее. То есть, 5 лет назад мы ремонт сделали. Но вот с тех пор ничего не меняется. Мы сюда притащили всякую разную старую мебель. Печка была практически разваленная. Это мой отец клал плитку. Кстати, так запрещено делать, друзья. Если у вас есть дом-печка, или вы купили дом с печкой, ни в коем случае нельзя ее обкладывать плиткой. Это мне печник сказал. Потому что плитка это не изразцы. Изразцы это кирпич, с одной стороны, сделанный под плитку. Изразец это кирпич. А плитка это плитка. То есть, в данном случае, почему нельзя обкладывать? Потому что, видите, плитка трескается и начинает тянуть. А как ее сейчас заложить? Никак. А если бы она была просто, ну, обмазана глиной, как это делать с обучей спечкой, у тебя появляется шов, и ты ее замазываешь глиной. И все, она снова герметична. А здесь ты ничего не сделаешь. Плюс неизвестно, где она сейчас тянет. Возможно, вот здесь. Или где-нибудь еще, вот, видите, вот щель. Вот отсюда может идти, допустим, угарный газ. И ты с ним ничего не сделаешь. И его не видно. То есть, плиткой печник сказал обкладывать ни в коем случае нельзя. Что еще? Здесь мы тоже залили пол, предотвращали какой-то старый линолеум. Вот. Здесь теплый пол. То есть, печку мы первоначально топили. Сейчас мы на это дело вообще забили. То есть, когда мы приезжаем сюда зимой, мы включаем теплый пол. Более-менее нагревается. Здесь можно оставаться на ночь. Сейчас у нас пока идет откачка меда. Второй день уже мы здесь живем. Вот. Мы здесь ночуем. Достаточно комфортно сейчас. А, еще сделали, да, пластиковые окна. Мы здесь поставили. То есть, дом используется чисто вот утилитарно, только для пасеки. Ну, естественно, мама иногда приезжает, сажает чего-нибудь. Перед домом мы еще посадили, видите, елки и липы. Это тоже для пчел. Ну, липы для пчел, естественно. Ну, а здесь какие-то нашлись добрые соседи, которые решили поджечь вот эти вот все склоны. Вот этот, кстати, пруд. Вот за деревьями там пруд. То есть, мы как бы на берегу пруда. Вода у нас здесь колодец. Тоже могу, нет, не могу показать, потому что там пчелы. Я туда не пойду, это опасно. Вот. Собственно, вот такой вот домик, друзья. 25 тысяч рублей. На крышу ушло. Все остальное ручной труд. То есть, по сути дела, все остальное делалось потихонечку, постольку, поскольку там не в сезон в пчеловодческий приехали, что-нибудь там подделали. Вот. А так вот дом стоил, вот такой вот дом стоил 50 тысяч. В принципе, он и сейчас только стоит. Да, и можно пойти к соседям. Я говорю, вот, соседний дом был куплен за 30 тысяч в месяц козой. Примерно в таком же состоянии. Так что, да, можно найти дом в деревне в пределах 100 тысяч рублей. Даже дешевле. И еще и денег на ремонт останется. И тут можно, ну, как дачу его точно можно использовать. То есть, иногда родители сюда мои приезжают, как бы, ну, провести время, пожарить шашлык там, посмотреть, что с пчелами. Вот. Внизу ремонт сделали, крышу перекрыли. И здесь сейчас типа склады у нас. Вот. Но хозяину, кого покупали, он живет на соседней улице. Вот. Здесь жила его бабушка. В этом доме. Вот. И он вчера вечером, может, тут уже три дня живем, мед качаем. Он вчера вечером приходит, говорит, ну, что-то разговорились, клады туда-сюда. Он, говорит, этот дед с Первой мировой войны пришел. И был у него наган. Он, говорит, я прям видел наган. Ну, рассказывает он сам дед. Вот. И он, говорит, скорее всего, он где-то в этом доме. Вот. Я загорелся, думаю, надо лезть на чердак. Короче, друзья. Я что, залез? Я залез искать наган. Правда. Что это такое? Тут солома. Блин, ну, тут надо с металлоискателем, скорее всего. Пока. Так, чтобы прям вот лежал наган бочкой. Такая вот штука. Вот, друзья. И вот эта вот крыша, соответственно, обошлась нам в 25 тысяч рублей. Сами не крыль, приехали, все накрыли. Все. А здесь была какая-то шиферная. Вот. Ну, труба тоже чуть починили. Но у нас сейчас не используется печка, потому что теплый пол, уже сказал, да. И вот такое вот помещение. Ну, где-то здесь есть наган. Так что в следующий раз приеду с металлоискателем. Надо подписаться, друзья, на канал, чтобы увидеть, как я его найду. Если найду. Такой вот домик, друзья. Очень недорогой. Но очень-очень полезный. То есть это было такое, знаете, вложение денег. То есть вложено было там, ну, грубо говоря, 100 тысяч рублей было вложено. Но пчелы приносят больше денег в год. Так что он уже давным-давно окупился. Вот. Миклух Маклайм. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Как вам наша пасека. Буду рад любым комментариям. Ну, и самое главное, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok